Всем привет! В этом видео я вам покажу, как можно выгодно для себя одеться, одеть всю свою семью, одеть знакомых, друзей и на этом еще заработать. Почему Турция? Давайте я отвечу на этот вопрос. Стоимость лиры очень сильно упала, поэтому здесь выгодно одеваться с Россией. Я зарабатываю рубли, покупаю лиры и рассчитываясь в интернет-магазинах. Давайте я сейчас пройдусь по заранее уже приготовленным карточкам с интернет-магазинов. Покажу, сколько это стоит в Турции. Также приведу пример, сколько это цена в наши рубли. И покажу карточку российского официального интернет-магазина, сколько цена в России. Первое – Dyson, который довольно-таки популярный среди девушек. Сайт – это Trendyol. Аналог Алиэкспресса, можно сравнить его как Алиэкспресс или как Валберес Озон. Это довольно-таки крупный маркетплейс в Турции, где представлены все официальные представители. И здесь продаются легальные товары, оригиналы и просто хорошие вещи и многие бренды. Дайсон. Стоимость его в Турции составляет 7999 рублей, что на наши рубли – это 26607 рублей. В России на официальном сайте эта цена 55499 рублей. В Турции – 26607. В России – 55499. Хорошая цена. Дальше погнали. Сайт Манго. Взял один из примеров других сайтов, чтобы показать, что не только на Trendyol можно закупать вещи. В курсе я даю дополнительно еще 70 интернет-магазинов турецких, где вы также можете заказывать вещи с выгодой для себя. Любую карточку, для примера, взял плащ. Стоимость его составляет 2299 рублей, что в переводе на рубли – это 7646 рублей. Аналогичная карточка – этот же плащ, только продается в России – 16999 рублей. В Турции – 7646 рублей. Гант – мой любимый бренд. У меня практически все вещи гантовские. Официальный сайт Ганта в России не работает. Я так понимаю, что и Ганта там больше нету, этой модели в России. Ну, я нашел другую карточку, поэтому привожу пример. Фуд-кофта, которая вот у меня есть. Стоимость ее составляет в лирах 2599 рублей, что на наши российские рубли – 8645 рублей. Нашел на Валберсе аналогичную кофту. Стоимость ее в России – 17120 рублей. В Турции – 8645. Погнали дальше. Лакосты. Хотел привести пример свою обувь, но не нашел в России ее. Здесь представлены в Турции новые коллекции. В России, даже если продаются лакосты, их просто нету. Новых коллекций. Поэтому привел в пример карточку, которую нашел в Турции и нашел в России. Модель обуви. Стоимость 2499 рублей, что в переводе на наши дни – 8250 рублей. В России аналогичная модель стоит 17990 рублей. Вы спросите, окей, покупаю в Турции, как это доставить в Россию? Ведь официальной доставки, например, с тренд-йола в Россию нету. Как же доставить эти вещи? Я скажу просто, через посредников. Все контакты я предоставляю. Стоимость за килограмм заказанных вами вещей составляет из Турции до Москвы 7,5 долларов за килограмм. Плюс 10 долларов за место. Как на этом зарабатывать? Тоже просто. Показывайте весь список сайтов, которые я предоставляю. Там 70 интернет-магазинов своим клиентам. Они заказывают вещи. Оплачивают вам. Плюс 20% наценка на ваши услуги. Вы принимаете у них деньги с учетом вашей комиссии и с учетом доставки. Заказываете в интернет-магазине, делаете доставку до России и дальше доставку уже до клиента. Это можно назвать и дропшиппингом, так как вы при этом своих денег не вкладываете. Вы закупаете на деньги клиента. И на этом хорошо зарабатываете. Разницу вы видите сами. Разница в цене в два раза. И соответственно, если даже брать фен Dyson, можно смело накручивать там, например, за один фен 10 тысяч и продавать его в России. И это все равно будет выгодно. Так как в Турции данный фен стоит 26 607 рублей. Вы продаете его, например, за 36 тысяч. И у вас будут его покупать. Давайте я расскажу про мое предложение, про курс, который вы можете приобрести и, соответственно, сами уже совершать покупки для себя и также на этом зарабатывать. В курсе я привожу пример сайта Trendyol. Он у вас будет основным маркетплейсом, где все представлены модели. И в основном вы будете заказывать все вещи оттуда. И не только вещи, кстати. И вот фен Dyson, например, да. Либо еще другая техника. Но перед тем, как заказывать, обязательно нужно уточнить у посредника, кто будет доставлять вещи в Россию. Можно ли перевозить этот товар. Теперь пройдемся по урокам. Первое. Мы рассмотрим регистрацию в Trendyol. Дальше мы рассмотрим доставку, как нужно доставлять до России. Заполним адрес доставки. Выберем вещь и выберем продавца с высоким рейтингом. Выкупим заказ. Дальше я приложил материал, если ваша карточка не проходит. Например, здесь российская карта Visa и MasterCard не проходит. Вы можете заказать UnionPay, либо другие решения, которые также прикладываю в курсе. Следующее. Вы отслеживаете свой заказ. И привел список из 70 турецких интернет-магазинов, где вы можете заказывать женские вещи, женскую обувь, мужскую одежду и обувь, детскую одежду, текстиль и домашнюю одежду. И сайты брендов. И приложил свои контакты, где я рассказываю про то, как искать клиентов. В целом, вот такое предложение. Вы можете заказывать вещи в Турцию как для себя, так и для этих клиентов и на этом зарабатывать. По вопросам стоимости и покупки курса пишите в личку. Контакты под этим видео есть. Всем пока!